Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Астроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Натуральная краска своими руками в 10 раз дешевле обычной и служит десятки лет. Просто находка для жителей села, садоводов. С наступлением тепла у любого хозяина появляется масса работ, связанных с наружной обработкой стен дома или дачного участка. При подсчете будущих расходов даже у самых крепких сдают нервы, ведь большая часть затрат приходится на покупку красок. Цена на краску для фасадных работ сильно зависит от ее качества. Что делать, если покрасочных работ предстоит целый вагон и маленькая тележка, а бюджет крайне ограничен. К тому же в последние десятилетия, как многие уже заметили, краска живет всего пару лет, затем ее вид безбожно портится. Зачем неразумно растрачивать деньги на недолговечный материал? Краску можно изготовить самому, в любых количествах и гораздо более качественную, чем на рынке. Ниже привожу два рецепта приготовления очень дешевого красящего состава, так называемые шведский и финский. Краска по дереву для наружных работ. Шведская и финская краски не пропускают влагу, но в то же время дают возможность древесине дышать. Сварить такую краску очень легко, нужно лишь строго соблюдать рецептуру и быть внимательным в процессе варки. Ингредиенты можно найти на любом рынке. Финский состав для окраски. Ингредиенты. 720 грамм ржаной или пшеничной муки, 1560 грамм железного купороса, 360 грамм поваренной соли, 1560 грамм сухого известкового пигмента, 9 литров воды. Приготовление. В большой эмалированной посуде приготовь клейстер. В муку постепенно добавь 6 литров холодной воды до консистенции густой сметаны. Оставшиеся 3 литра воды доведи до кипения, добавь в клейстер. Процеди клейстер и поставь на огонь. Постоянно помешивая, добавь соль, железный купорос, сухой известковый пигмент. Готовый состав укутай, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. Отлей необходимое количество в рабочую посуду. Для этого используй разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары. Шведский состав для окраски. Окрашивать таким составом можно только чистую, ранее неокрашенную древесину или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо. Этот рецепт краски требует лишь одного – строго придерживаться пропорций. Ингредиенты. 600 грамм ржаной муки, 260 грамм поваренной соли, 250 грамм олифы, 260 грамм железного купороса, 260 грамм железного сурика, 4,5 литра воды. Ржаную муку залей 3 литрами воды. Поставь на небольшой огонь. Помешивая, приготовь клейстер, следя за тем, чтобы не было комков. Когда клейстер превратится в однородную массу, добавь соль и купорос. Продолжай кипятить до полного растворения кристаллов. Затем всыпь железный сурик и замеси раствор до полной однородности. Тонкой струйкой влей олифу, энергично перемешай и добавь еще 1,5 литра воды, не снимая с огня. Приготовленным раствором сразу же окрашивают поверхность, пока он теплый. Деревянные поверхности шведским раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку – валиком. Наносить на древесину следует дважды. Расход краски примерно 250 грамм на квадратный метр. Производи окраску во второй половине дня, когда садится солнце. Если строение или забор были раньше покрашены масляной краской, тебе необходимо ее полностью очистить. В отличие от масляной краски, финские и шведские составы намного долговечнее. Твое строение простоит без наружного ремонта 20 лет. Прямо скажу, такая самодельная краска – находка для жителей села или садоводов. Особенно, если требуется влезть в бюджет при больших объемах покраски. Сделать все качественно с первого раза, защитить древесину на как можно больший период времени. А тебе пришлась по душе народная мудрость скандинавов? Попробуй сварить дома такую краску по одному из рецептов, и ее преимущества тебя удивят. Теперь ты знаешь, как приготовить краску для древесины в домашних условиях. Вдохнови друзей, порекомендуем эти идеи. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!